Привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня я хочу поговорить с вами на актуальную для многих тему. Ну, наверное, связана она неким образом с тайм-менеджментом, потому что сегодня это очень популярное выражение, и все стремятся научиться, как работать два часа в году, как при этом зарабатывать миллиарды, лежать под пальмой и так далее и тому подобное. Но, конечно же, по факту я, например, никогда не стремилась работать очень мало. Я стремилась превратить все то, что я делаю, в такой интересный процесс, которым мне было бы интересно, потому что для меня, наверное, одной из самых таких страшных моих мечт, ну, вернее, не мечт, а мыслей, является вот оказаться, например, здесь, да, как бы имея возможность кушать, пить, купаться в океане, вот, ну, в общем-то, все остальные блага, можно даже несколько шкафов платьев сюда поставить, ну и, собственно, все, да, и ничего не делать, и все у тебя будет. То есть мне вот, меня такие вещи совершенно не пререщают, потому что развитие на этом останавливается. Но в то же время для нас сегодня, современных людей, очень актуальным является вопрос, как успевать всего много, и, скажем так, у каждого есть разные периоды жизни, когда вы начинаете чувствовать, что все валится из рук. У кого-то это связано с тем, что он просто начинает заниматься бизнесом, у кого-то это связано с тем, что меняется образ жизни, ну, например, с появлением ребенка. Я очень четко помню, когда родилась наша первая дочь Алиса, мы с Сергеем, естественно, были как бы к этому готовы, мы не уходили ни в какие декреты, Сергей это мой муж, если кто-то не знает, вот, но у нас не было няни. И вот у нас с ним день выглядел каким-то забавным образом, потому что был список задач, которые хотел исполнить он, да, успеть. И я, я его очень просила как бы разделить со мной этого ребенка, да, вот как-то не бросать меня, и поскольку все-таки бизнес у нас семейный, и во многом завязан и тогда был и сейчас на мне, как-то мы, значит, оба должны были работать, успевать. И мы вот эту Алису нашу перебрасывали друг другу на руки, пока та спит, там ест. Я помню, как я там сидела за компьютером, грудью кормлю, второй рукой что-то делаю, там что-то готовить успеваю. И вот знаете, все время было вот это разъедающее чувство, что ты ничего не успеваешь, и ты реально успевал очень мало, что у тебя вот голова твоя разрывается, и ты все время ставил себе планы, которые не мог реализовать, все время очень сильно замедлялся и не знал, что с этим делать. И вот мы придумывали разные там варианты того, как успеть, когда пораньше встать, когда попозже встать. И по факту это длилось там 8 месяцев до тех пор, пока мы не взяли няню. И вот как только мы взяли няню, удивительным образом времени стало гораздо больше, настолько, что мы стали и успевать делать свои задачи, и успевать быть с ребенком. То есть парадоксально оказалось, что нам нужно было всего лишь 3 часа свободного времени, то есть вот чтобы мы вдвоем могли поработать. И как бы все, и все остальное время мы уже могли как бы совмещать какие-то вещи. Так вот в бизнесе все устроено таким же образом и вообще в жизни. Очень важно всегда не стараться решить все подряд, потому что мы считали, что у нас проблема там с тем, с тем, с тем, с тем. Хотя по факту у нас была главная проблема. У нас не было несколько часов времени, чтобы всему этому это уделить. То есть одно решение главное в данной каше, такое как няня, дало нам возможность разрешить автоматически все проблемы. И вот так происходит постоянно на самом деле, но почему-то мы люди склонны к тому, чтобы искать множество каких-то решений, вот потихоньку распутывать клубок, вместо того, чтобы взять однажды ножницами, как бы разрезать, да, и все быстро распутать. Ну, к примеру, я часто наблюдаю такие картины, когда люди неправильно выстраивают свои процессы. Ну, то есть, к примеру, вы начинаете, придумываете какой-то продукт, вот я на тренинговом поле это активно вижу, люди придумывают какой-то прикольный тренинг там или какую-то задачу, придумали, тут же начинают его продавать, ну, например, моделируя это там с меня или с каких-то других успешных людей в этом направлении, но при этом не могут продать. Хотя вроде бы как и продукт ничего так, вроде бы как там и цена нормальная, да, но при этом не имеет значения, никто не покупает. И они делают это постоянно, причем за некоторыми я наблюдаю уже несколько лет. То есть продажи идут минимальные, те, которые, ну, знаете, стыдно за это работать, да, как бы неинтересно, это нельзя назвать бизнесом, и люди не понимают, что делать. Они там начинают думать, наверное, это не тот тренинг, начинают изобретать 45-й тренинг. При этом, опять-таки, не видя и не зря в корень проблемы, а корень проблемы простой, у вас нет аудитории. Вы не нарастили свою аудиторию, вы ее не создали, вы не создали себе свой хвост, то есть вы не подкрепили того, что, в общем-то, вы имеете и знаете, что это по факту ваше, что вы это не придумали, что вы не вчера прошли тренинг о том, как создать успешный инфобизнес. И вы по факту никаким образом не работаете над тем, чтобы свою аудиторию привлекать, то есть у вас ее нету. Конечно, когда ты бросаешь продажи, у тебя есть аудитория, там, хотя бы в тысячу, в две тысячи человек твоих активных, да, не просто какой-то базы. Это все легко продается, потому что люди тебя знают, видят все твои достижения, в общем-то, все легко проходит. Но тогда, когда у тебя этого нету, когда ты еще сам из себя, по сути, ничего не представляешь, да, еще, как говорится, молочко на губах не обсохло, мы видим часто с этим проблемы. И естественно, что люди выбирают что-то полегче. Полегче – это начать что-то продавать, нежели создать свою аудиторию, что является естественным. И здесь, пока, например, вы не распутаете вот этого главного, не решите, это все будет как бы бесполезно. Точно так же это происходит как бы с маркетингом как таковым, когда люди создают любой продукт, любую услугу, открывают любой бизнес, будь то магазин, салон, там, неважно, какую услугу, и при этом не имеют аудитории для того, чтобы это продавать, не занимаются отдельно своим маркетингом, не занимаются отдельно тем, чтобы нарастить свою аудиторию, чтобы сделать интересным. Никаким образом, ну, считают, что там три поста ВКонтакте каким-то образом решают эту ситуацию. Это бывает и тогда, когда, например, вы очень сильно погружены текучкой. То есть у вас есть масса дел, таких, знаете, где-то встретиться с клиентом, где-то подать ему кофе, например, во время встречи, где-то настроить самому рекламу, где-то самому какое-то письмо пульнуть, где-то пост написать. То есть вы завязаны в этом, и у вас совершенно не остается времени на то, чтобы заниматься какими-то стратегическими вещами, на тем, чтобы о чем-то думать. А решение проблемы ведь достаточно простое. Вы нанимаете банального секретаря, помощника, как хотите, назовите, и на этого человека сбрасываете огромное количество разных действий, мелких, которые по факту как бы обойдутся вам в 300 долларов, вот человек будет этим заниматься, но у вас распутаются для этого руки. И вот сегодня как раз неумение смотреть и системно решать вопросы, ну точно так же, как, например, есть масса людей, ну фотографы, которые набирают огромное количество работы или видеографы, и при этом не успевают выдавать это клиентам даже некоторые в течение полугода-года, не разделяя того, что ведь вы можете снимать, а может быть отдельная компания, вернее не компания, а группа людей, которые будут заниматься монтажом или обработкой. То есть системные подходы, они необходимы для того, чтобы ваши ситуации решались, потому что когда вы затягиваете себе узел на шее, и когда вы не выстраиваете каких-то процессов, или в момент проблемы не стараетесь найти, что конкретно сегодня вам мешает, а пытаясь как бы, да ладно, я все успею, да, и эту сумку, и эту сумку. Ведь вспомните, когда вы идете завалены вещами, например, и у вас все падает, вы можете идти и по одной сумке на себя набрасывать, но это будет долго, неудобно и не так эффективно, нежели когда вы один раз остановитесь и правильно наденете сумку, выдвинете ручку у своего чемодана, поставите следующий чемодан, то есть не скомпонуете это. Это очень важно, такой фактор, на который мы почему-то боимся потратить время, но при этом лишаем себя всяческой эффективности. Поэтому старайтесь находить системные подходы, которые будут решать проблему. Я прочитала в одной книге интересный пример, которым хочу с вами поделиться. Один человек, пионер-вожатый, назовем его так, он шел в поход с группой детей. И были дети, которые шли впереди очень быстрой скоростью, с быстрой скоростью, а были дети, которые отставали, все они шли с большими рюкзаками. И он каким-то образом пытался их собрать, но очень сильно растягивалась эта вереница, и получалось, что они шли по факту медленно и неэффективно. Он решил применить первый подход и поставить изначально самых детей медленных вперед, а самых быстрых в начало, вернее, в конец. Что это ему дало? Это дало то, что дети подгоняли, которые были в конце, но и в то же время следили. То есть они были более активными, они следили. Скорость группы стала больше, но не сильно. Тогда он начал думать над тем, каким образом он может сделать так, чтобы скорость возросла. И он увидел, что дети, которые плетутся еле-еле, для них еще и рюкзаки очень тяжелые. И он снял с них рюкзаки и разгрузил этот груз пополам, на части поделил между всеми теми, кто шел более активно. И по факту группа пошла гораздо быстрее. Этот пример показывает, что тогда, когда у вас есть такая цель, в общем-то, найти слабое звено, то есть никто не говорит о том, чтобы полностью всего остановиться, все заглушить. Но когда у вас есть задача каким-то образом изменить ситуацию, то вы всегда можете подумать внимательно и увидеть, где есть ваше слабое звено, и задуматься над тем, каким образом вы можете превратить его в более сильное. То есть всегда важно найти точку проблемы. До тех пор, пока вы не понимаете, в чем проблема, проблемы у вас нет. А раз проблемы у вас нет, то нечего решать. А раз нечего решать, то у вас будет тот результат, который есть сегодня. А мне бы очень хотелось, чтобы ваши результаты росли, и я буду стараться вам в этом помочь. Так что оставайтесь на моем канале, оставайтесь с Ольгой Юрмиловой. Ну и, собственно, давайте становиться лучше вместе, успешнее и богаче, так точно.